Всем добра, с вами Тори, и в этот замечательный и дождливый день я решила затронуть с вами такую тему, как как же исполняются наши мечты. Говоря о мечтах, мне, наверное, следует начать с того, что большую часть своей сознательной жизни я мечтала о том, что когда-нибудь я обязательно приеду в Москву, и я приехала в Москву, город моей души и моего сердца, самое любимое место из всех, что я когда-либо видела. Помню, когда-то лет в 14 я наткнулась на довольно странную передачу, как мне тогда показалось, но веселую, она называлась Убойная Лига, и моими фаворитами тогда были Илья Соболев и Роман Клячкин, или же Дуэт Красивый. Также я выделила для себя Дениса Косикова. Спустя какое-то время я реально познакомилась с этими людьми, они прекрасны, а ведь та 14-13-летняя девчонка даже подумать не могла, что ее мечты так просто станут реальными. И вот в эту пятницу я увидела того человека, которого я действительно мечтала увидеть просто с 14 лет, хотя бы одним глазком, в реальности. И я была с этим человеком около двух часов. Я рада, что я исполнила свою подростковую мечту. Я увидела Илью Соболева. Там можно и пиджак повесить, ну как-то использовать, ну, отпилить, вот тебе, блядь, лошадь и шпага, понимаешь? Рядом на камне сидит дракон, такой... Я мог принести ему огонь, а он там... Ну как, ну я не знаю, я не народ, я согласен полностью с тобой. Я услышала настоящий его голос, а не искаженный. В прошлом году я совершенно случайно попала на концерт Джастина Тимберлейка. Будучи подростком, я с удивлением смотрела на тех, кто катается на скейтборде. И теперь я сама катаюсь на скейтборде, потому что я этого хотела. Я исполнила свою подростковую мечту. Я с детства мечтала попасть на телевидение. Я попала на телевидение. Я видела всех этих людей, которые создают для вас шоу на телеканале ТНТ. Я знаю, большая мечта маленькой меня. Будучи ребенком, я мечтала о том, что когда-нибудь меня услышат и увидят. И люди прочтут и поймут то, что я пишу. И это случилось. В моей жизни появились мы. В моей жизни появился YouTube. В моей жизни появился фигбук. В моей жизни появилась возможность издать собственную книгу. Чтобы еще больше людей узнали о детской мечте маленькой меня. То и девочке, которая только и делала, что сутки напролет мечтала, как ее жизнь однажды изменится. То и девочке, которая мечтала о том, что ее заметят. И знаете, мечты действительно сбываются, если в них верить. Раз уж я заговорила о YouTube, то стоит, наверное, также сказать о том, что произошло в прошлом году и в начале этого года. Я думала о том, что я вряд ли решусь на то, чтобы познакомиться с кем-то из блогеров. Но я это сделала. И это мои маленькие достижения и мои маленькие победы. Пожать руку Эдварду Атеве. Познакомиться и обнять Крэйзи Мегахэла. Да, я какое-то время об этом действительно мечтала. Познакомиться, обнять, поговорить с Денисом Шмальцем, с Мишей Савергоном. Ведь когда-то это были просто мечты. И начала превращаться из человека в футляре в человека, который действительно любит эту жизнь. Так что же мешает исполнить еще одну мечту? Я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если так, то подпишитесь на канал, поставьте этому видео большой палец вверх. И оставьте под этим видео комментарий, в котором напишите, о чем мечтаете вы. Может быть, именно я смогу помочь исполнить вашу мечту. Кто знает. И, конечно же, добавляйте это видео к себе в избранное и делитесь этим видео с друзьями. Пусть они тоже на какое-то время поймут и поверят, что мечты сбываются. А с вами была Тори. До скорых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok